Удар от пациента. В Каневе подвыпивший мужчина отправил на больничную койку врачей скорой помощи. За что досталось в медбригаде? Узнаем от Станислава Кухарчука. За 28 лет работы фельдшером скорой помощи Павел впервые сам попал в больницу. В нейрохирургию с отрясением мозга медика отправил его же пациент. Это произошло в субботу в Каневе. Бригаду вызвал мужчина, которого якобы сбила машина. И хотя у того явных повреждений не было, но подвыпившего потерпевшего в сопровождении патруля все же отвезли в районную больницу. Тот начал буянить еще в скорой, а в приемном отделении и вовсе распоясался. Это видео с камер наблюдения Каневской районной больницы. Сергей Матриченко, так зовут дебошира, уже успел избить одного медика и начал спорить с полицейскими. Но затем неожиданно нанес удар в голову второму фельдшеру скорой. У Анатолия тоже диагностировали сотрясение мозга. Парень возмущается. Матриченко избивал его и напарника на глазах у полиции, а те не могли его успокоить. Это их работа. Пациентки в полиции не были присутствующими. По протоколу мы не можем править это все делать. Это работа полиции. Была ли его мать в ответ пришла? Мать, на него не повпливала мать. Сегодня в том же приемном отделении. О субботнем инциденте стараются не вспоминать. Главврач по телефону сообщила, ни свидетелей, ни видео с камер наблюдения мы не получим. Мы можем надать вам это видео, я консультировалась с юристом. То есть вы его можете взять в следующее органство. А у вас зараз есть люди, которые находились в тот день на змине? Люди ждали змину и находятся в доме. Похоже, молчание врачей вполне закономерно. Буйный пациент, сын головы соседнего сканевом села Пшеничники. Председатель тоже приезжал разбираться в больницу. Сегодня, в разгар рабочего дня, застать его на месте нам так и не удалось. Оба пострадавших фельдшера написали заявление в полицию. Там, пока ждут заключения судмедэкспертизы, открыли уголовные производства по факту нанесения легких телесных повреждений. Но на очереди еще одно производство, говорит начальник. Сергей Матриченко на медиков тоже решил пожаловаться. Он также написал, что телесные уничтожения ему нанесли работники швидкой допомоги. Также решается вопрос о открытии криминального проведения. Основным доказательством избиения может стать запись с камер наблюдения. Полиция уже изъяла видео и отправила на экспертизу. Если вина Сергея Матриченко будет доказана, ему грозит штраф, либо небольшой условный срок. Закона об ужесточении наказания за насилие над медиками в Украине пока нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.